Как сложилась судьба Елены Цыплаковой? Успех, болезнь, поиски себя, снова успех. Помните очаровательную Кэти из «Д'Артаньяны. Три мушкетера»? А Иру из «Не болит голова у дятла»? И Таню из «Ключ без правопередачи»? Именно эти роли обычно вспоминают, когда речь заходит про Елену Цыплакову. Что же случилось с юной красавицей? Почему она практически пропала с экранов в середине 80-х? Давайте разберемся. Девочка Леночка родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде в семье художников-графиков Зои Васильевны и Октября Ивановича Цыплаковых. Ее отец прошел войну, был тяжело ранен, у него были простреляны ноги и легкие. Но на этом проблемы со здоровьем, увы, не закончились. Когда Лене было 6 лет, у отца обнаружили открытую форму туберкулеза. Поэтому девочку на всякий случай отправили пожить в оздоровительный интернат, фактически детский дом, почти на 2 года. Естественно, что это наложило свой отпечаток на всю жизнь. Появилось мальчишеское упрямство и стойкость, что немало помогло в жизни и карьере. Как только опасность миновала, девочка вернулась домой и пошла в обычную школу, а не в интернат. В школе она не только прекрасно училась, но активно занималась спортом, плаванием, пятиборьем, фигурным катанием. Попробовала себя в разных жанрах. Как-то раз в их шумный и веселый дом друг семьи художник Николай Юдин привел свою жену, Динару Асанову, выпускницу театрального вуза и почти режиссера. Именно Асанова разглядела в активной школьнице задатки большой актрисы. И уже на следующий год Асанова приглашает Лену на главную роль в своем фильме «Не болит голова у дятла». Образ первой красавицы класса Ирины Федоровой принес 15-летней актрисе известность и постоянное внимание со стороны режиссеров. Шаг навстречу. Иван и Коломбина. Вдовы. И роль Тани в «Ключ без правопередачи» опять у Динары Асановой. Все это еще в школе, до поступления в ГИТИС. Именно роль Тани сама Елена считает наиболее похожей на нее саму, смотрящую на мир взрослыми глазами, несмотря на достаточно юный возраст. Поступить в ГИТИС было легко, а вот учиться сложнее, ведь сниматься в кино Елена не прекращала. Образ Зоси в мелодраме Павла Любимова «Школьный вальс» удивительно гармонировал с ее внутренним миром. Она фактически играла саму себя. Да и другие роли вполне удавались. Вот только преподаватели были не очень рады такой популярности своей студентки. Пришлось даже перейти во ВГИК. Но и там юная актриса сумела нарушить негласные правила вуза, поступив на службу в Малый театр. Елена решила попробовать свои силы еще и на сцене, а не только в кино. Кстати, именно в Малом театре на гастролях в Риге она впервые выходит замуж за коллегу. То ли Сергея, то ли Геннадия. Вскоре молодые люди понимают, что поторопились. Брак распался менее чем через год. Невероятный успех приходит вместе с ролью Кэтти. Служанки Миледи в картине «Д'Артаньян и три мушкетера». Вышедший на экраны в 1979 году. Фактически девушка уже была известной актрисой, а проснулась знаменитой на всю страну. Никого не напоминает история? Мы уже рассказывали про двух Наташ, Варлей и Селезневу. Можете полюбопытствовать. Хотя они были не настолько известными на момент превращения в звезд союзного масштаба. Вот только самой Елене эта роль не понравилась. Слишком легкомысленной была ее героиня. А режиссеры наперебой начали предлагать именно такие роли, все больше раздражая девушку. Только Динара Асанова, хорошо понимавшая Елену, предложила достойную роль в ленте «Некудышная». Личная жизнь тоже преподносит сюрпризы. Продолжительное отношение с Виталием Соломиным Елена прекращает волевым решением, когда узнает, что у него вскоре родится второй ребенок в официальной семье. В результате в начале 80-х Елена поступает на режиссерский факультет в ГИКа, мечтая снимать серьезное кино с глубоким смыслом, влияющие на поступки людей, а не банальную развлекуху. Вот только реализовать мечты удалось далеко не сразу. Хотя успешная актерская карьера продолжается. В 1985 году Елена заканчивает в ГИК во второй раз, получив диплом режиссера, а вскоре отправляется в составе советской киноделегации в Африку, в Гану, Бенин, Тогу и привозит оттуда настолько тяжелую форму малярии, что врачи долго борются за ее здоровье. Она поправляется до 112 килограмм, не может иметь детей, а также может распрощаться с карьерой актрисы, так как зрителям нравится прежняя Елена Цыплакова, которую они видят в фильмах «Мы из джаза», «Костя из будущего», «Исчастливая Женька», а не «Теперешняя пышка». Последовал период копания в себе, обращения к алкоголю, потом к вере в Бога. В результате Елена смогла принять себя новую, стать сильнее и продолжить карьеру как в роли актрисы, так и режиссера, вот только уже не такую активную, как раньше. Кстати, в этот сложный период ее поддерживал муж, врач-стоматолог Сергей Лепец, который был на 20 лет старше Елены. Пара поженилась в благополучном для Елены 1984 году и прожила вместе 13 лет. Дальнейшая карьера Елены Цыплаковой сопряжена с продолжительными паузами. Она годами не появляется как в кадре, так и на съемочной площадке, в принципе. К самым известным ее режиссерским работам можно отнести мини-сериал «Семейные тайны» и настоящую мыльную оперу «Кармелита. Цыганская страсть». Вы их видели? Но зрители все равно помнят ее по ранним работам до роковой поездки в Африку. Кстати, личная жизнь Елены устроилась еще в 2005 году. Ее избранник Павел Щербаков далек от мира искусства, но пару все устраивает. Не зря же спустя три года пара обвенчалась в московском храме Петра и Павла. А какой вы помните Елену Цыплакову? Какая из ее ролей или работ понравилась вам больше всего? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, задавайте вопросы, предлагайте интересные темы и идеи. И подписывайтесь на канал. До новых встреч!